Добрый вечер, уважаемые зрители! Вас приветствует выпуск информационной программы новости Нокчевана. В начале о главном. 12 декабря в городе Нокчеван и районах Автономной Республики с гордостью была почтена светлая память создателя независимого азербайджанского государства Кейдара Алиева. 14 декабря состоялось заседание Комитета по социальной политике Верховного Меджлиса Нокчеванской Автономной Республики. Подробнее в видеосюжетах. 12 декабря полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нокчеванской Автономной Республике Фуад Неджиафли, представители Верховного Меджлиса, Кабинета министров Нокчеванской Автономной Республики, Нокчеванской городской исполнительной власти, министерств, комитетов, служб и главных правлений, организаций и учреждений, вузов, вонских частей. И ветераны посетили величественный памятник создателей и архитектора независимого азербайджанского государства, возвышающийся на центральной площади Нокчевана. Возложили цветы к его подножью и с глубоким уважением почтили светлую память великого вождя. В этот день в Нокчеванском центре молодежи был продемонстрирован фильм «Сложности жизни в Нокчеване», подготовленный Нокчеванским телевидением. 14 декабря состоялось заседание Комитета по социальной политике Верховного Меджлиса Нокчеванской Автономной Республики. В повестку дня заседания были включены два вопроса – внесение изменений в закон Нокчеванской Автономной Республики о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год и обсуждение проекта закона Нокчеванской Автономной Республики о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год. После обсуждений было решено внести законопроекты на отчетное заседание осенней сессии Верховного Меджлиса Нокчеванской Автономной Республики 6-го созыва. Продолжаем выпуск. В главном таможенном управлении Нокчевана было организовано мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гидара Алиева. В Нокчеване открыт офис общественного объединения ветеранов. В селе Дизя-Шаружского района установлен фонтан-памятник в честь шейхида майора Вюсала Велева. Коллектив Нокчеванского телевидения принял участие в озеленительной акции. Завершился 16-й съезд учителей Азербайджана, прошедшей в Баку. В Шарури строится новый жилой комплекс. Задержаны лица, совершившие киберпреступления. В городе Нокчеван впервые будет организован Снофест. Эти и другие новости в очередном блоке. 12 декабря в районах автономной республики с глубоким уважением была почтена память выдающейся личности общенационального лидера Гидара Алиева. Представители государства и общественности возложили цветы к подножию памятников великого лидера азербайджанского государства и почтили добрую память гениальной личности. В главном таможенном управлении Нокчевана было организовано мероприятие на тему «Вечный, как сам Азербайджан», посвященное памяти общенационального лидера Гидара Алиева. Начальник управления Вюгар Алиев рассказал о заслугах общенационального лидера Гидара Алиева, направленной на развитие Азербайджана и укрепление национальной государственности. Доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Гаджи Фахрадзин Сафарли, затронул всестороннюю деятельность и бесценные исторические заслуги великого лидера Гидара Алиева. Рассказал о его неоценимом вкладе в защите государственной независимости и безопасности. Память блестящего лидера, политического гения Гидара Алиева, также была почтена в Нахчеванском отделении Национальной академии наук Азербайджана. Выступившие на конференции рассказали о важнейших моментах жизни и деятельности великого вождя. Нахчеване открыт офис общественного объединения ветеранов. Заместитель полномочного представителя президента Азербайджанской республики в Нахчеванской автономной республике Самир Сейд Ахмедли передал свои поздравления по случаю знаменательного события. Члены семьи Шехидов выразили благодарность и отметили, что в автономной республике постоянно притворяются в жизнь мероприятия по решению их проблем. Затем состоялось открытие офиса Нахчеванского общественного объединения ветеранов. В ходе ознакомления с офисом было сообщено, что здесь создан музей с фотографиями шехидов. В селе Дизяща Ружского района установлен фонтан-памятник в честь шехида майора Весуала Велиева, проявившего героизм в 44-дневной Отечественной войне. Выступившие отметили, что шехид Весуал Велиев был награжден медалями за родину, за отвагу, за освобождение Кельбаджара и орденом «Азербайджанский флаг» посмертно. Школьники прочитали стихи, посвященные родине и шехидам. Затем был открыт поминальный стол и прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов. В Нахчеванской городской поликлинике имени академика Зарифа Алиевой прошла научно-практическая конференция на тему лечения пациентов с различными заболеваниями, посвященная столетию общенационального лидера Гидара Алиева. Выступившие подчеркнули, что подобные мероприятия играют важную роль в специализации и совершенствовании врачей и обратили внимание на важность правильного применения лекарственных средств при лечении различных заболеваний. Было отмечено, что в аптеках Нахчевана уже поступили на продажу препараты для лечения диабета, глазных и других заболеваний, произведенные на основе сотрудничества с немецкой компанией. В художественной части мероприятия прозвучали интересные музыкальные номера. На Нахчеване прошла очередная озеленительная акция по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера Гидара Алиева. Акция, проведенная на обочине дороги, ведущая к религиозно-культурному памятному комплексу святилища Асхаби Кев, также совпала с годовщиной подписания постановления Верховного Межреса Нахчеванской Автономной Республики о Дне Солидарности и Единства Азербайджанцев Мира 31 декабря. К этой акции также присоединился коллектив Нахчеванского телевидения. В рамках доброй акции был разбит новый фруктовый сад и проведены озеленительные мероприятия. На площади в 1 гектар было высажено более 700 миндальных саженцев. Активное участие молодых волонтеров с различными лозунгами сделало акцию более интересным. В январе-ноябре текущего года в Нахчеванской Автономной Республики зарегистрирован 5521 новый налогоплательщик. Об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. Было проинформировано, что 90,5% из них – физические лица, а 9,5% – юридические лица и другие организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось в 1,9 раза, в том числе количество физических лиц – в 1,7 раза, а количество юридических лиц – в 18 раз. 66% коммерческих учреждений зарегистрировались по правилам в электронном виде, а 34% – на основании заявлений через бумажные носители. В Бакинском конгресс-центре завершился 16-й съезд учителей Азербайджана, посвященный столетию общенационального лидера Гидара Алиева. На конгрессе приняли участие 27 человек из Министерства образования и полных средних школ Нахчеванской автономной республики. Следует отметить, что конгресс традиционно проводится через каждые пять лет. Прошедший в 2018 году съезд стал 15-м по счету и пятым за период независимости. Нахчеванские школьники приняли участие на международном фестивале «Стим Азербайджан», состоялся в Баку. Ученики, принявшие участие в САВ-2023, были удостоены второго места. Следует отметить, что программа САВ-2023 состояла из 14 турниров и одной выставки инновационных проектов. Государственная программа социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы предусматривает реконструкцию энергетической системы автономной республики в соответствии с современными требованиями. В связи с реализацией программы на Нахчеванской модульной электростанции проводятся ремонтные работы. Упомянутая госпрограмма предусматривает реконструкцию существующих линий электропередачи и подстанций в соответствии с современными требованиями, создание центра системы управления и сбора данных в целях оперативного управления энергосистемой, контроля качества электроэнергии и проведения мониторингов. В результате успешной реализации государственной программы социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы в автономной республике притворяются в жизнь созидательные работы. Ярким примером проделанной работы в направлении обеспечения населения жильем является строительство нового жилого комплекса в городе Щарур. На месте снесенных старых двухэтажных домов по проспекту Гейдара-Алиева Щарурского района продолжается строительство нового жилого комплекса. Здесь возводятся шесть шестиэтажных жилых зданий и детский сад на 120 мест. Жители села Сирап в последние годы страдают от нехватки питьевой воды. Сотрудники открытого акционерного общества «Мелиорация» и «Водное хозяйство» на днях порадовали жителей Сираба. В целях улучшения снабжения жителей питьевой водой проложены водопроводы в 167 домах. Еще ста дома будут обеспечены питьевой водой. В результате расследований, проведенных Министерством внутренних дел Нахчевана, задержаны лица, совершившие киберпреступление на сумму 621 тысячу монатов путем обмана студентов. Кибермошенники обманули около 10 студентов вузов и зарегистрировали на каждого из них номер мобильного телефона и пять банковских карт. Денежный оборот по этим картам составил 621 тысячу монатов. Кроме того, в результате очередной операции, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью, Управлению уголовного розыска министерства, был задержан еще один житель города. Он присвоил 22 тысячи монатов, открыв аккаунт в социальной сети, при помощи которого обманывал людей, организовав сбор средств, якобы на лечение больного ребенка. В этом году в Нахчеване с большой радостью будут отмечаться День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. В нашем городе впервые будет организован Сноуфест. В ближайшее время на площади проспекта Гейдара-Алиева в городе будет размещено около 30 киосков. Следует отметить, что Сноуфест в Нахчеване начнется с 25 декабря и будет продолжена до 7 января. Художники выставили работу под девизом «Каждый из нас – западный азербайджанец». Мастера кисти масляными красками перенесли на холст религиозно-культурные исторические памятники и образ жизни наших соотечественников из западного Азербайджана. Каждое из этих произведений является исторической памятью. Художникам, чьи работы были представлены на выставке, были вручены благодарственные грамоты. В Губе завершился молодежный военно-патриотический лагерь «Полигон». Молодежь Нахчевана приняла активное участие в лагере. В отличие от предыдущих лет, Нахчеван впервые был представлен на общереспубликанском сборе рекордной командой. На основе проекта в формате военного моделирования 100 молодых людей из разных регионов страны в течение трех дней приняли участие на различных тренингах, спортивных соревнованиях, выполнении теоретических практических заданий, встречах с участниками Отечественной войны, военных играх. Дорогие зрители, наше эфирное время подошло к концу. Прощаемся с надеждой увидеться с вами на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова